55 лет сегодня исполнилось Дмитрию Певцову, актёру, который в артисты попал из фрезеровщиков. Почти случайно. Вроде бы пошёл поступать за компанию с другом, друг провалился, Певцов стал звездой. И в профессию пришёл, не понимая, что такое театр, но постепенно втянулся. Хотя, говорит, для него зажатого в то время человека поначалу всё в театре было странно. Все обнимаются, целуются при встрече даже мужчины. Теперь его востребованность по-настоящему велика. Иногда Певцова буквально рвут на части. Один день за артистом наблюдала Валерия Кудрявцева. Персональное кресло болельщика в числе первых подарков к 55-му дню рождения. Это кресло! Это богатый пергримёрки из Риска. Это очень круто. У народного артиста России Дмитрия Певцова много интересов и кроме театра. Спорт, музыка, автогонки. Автомобиль ничего. Самое страшное, это когда он на мотоцикле ездил. Это я переживал. Я когда видел этот мотоцикл у нашего служебного входа, я в ужас приходил. И всё, что можно, всякие ужасы ему как-то старался навесить в сознание. Ну, отскакивал. Автомобили у Певцова не случайные. Один выпущен 7 мая 1991 года. В день месяц и год знакомства с женой актрисы Ольги Дроздовой. Другой чуть моложе. Это последний настоящий Мерседес. W-140. Стространковый кузов, знаменитый бегемот или кабан, так его называли. Такие машины были в фильме «Бандитский Петербург». Вообще, это бандитская машина 90-х годов. Картина по прозвищу «Зверь» и сериал «Бандитский Петербург» принесли Дмитрию Певцову известность и любовь зрителей. В его фильмографии советские секс-символы 90-х. Барси за справедливость. Певцов, кстати, с детства занимался карате и дзюдо. Все трюки делал сам. И рядом аристократы разных стран и времен. И пусть он будет нашим щитом. И все удары, предназначенные нам, должен будет отражать он. Будучи очень преданным этой профессии, он не является каким-то там себелюбивым эгоистом, чем наш брат-актер Гришит. А это самый нормальный человек, без звездной болезни, без комплексов. Универсальный актер с диапазоном роли от героических до характерных. Сегодня певцов кино предпочитает театр. В последние годы он стал каким-то очень важным и, наверное, одним из главных артистов Московского театра «Ленком». Может быть, он давно таким был, но для меня лично это произошло где-то в ближайшие годы. В родном «Ленкоме» выходил на сцену Гамлетом и Фидоро, Живакином в Гоголевской женитьбе, графом Рязановым в Юноне и Авось. Совсем недавно сыграл принца Уэльского в фантазиях Марка Захарова по Шекспиру. Я презираю человеческие страхи! Я протяну вам руку! Но! Мне нравится, в общем, чтобы рядом со мной был герой. Чтобы он совершал подвиги каждый день. И он их совершает, удивляет. Из последних подвигов это то, как он сейчас поет. В поющего актера с говорящей фамилией певцов превратился в конце 90-х. С 2010-го вместе с рок-группой «Картуш» выступает с концертами, в том числе на сцене «Ленкома». Но, кажется, еще больше времени певцов отдает преподаванию в Институте современного искусства, где в этом году вместе с Ольгой Дроздовой они во второй раз набирают курс. Либо и Максим Исповедник, либо и Иван Златоуст, они сказали такой, кто-то из них. Твое только то, что ты отдал. И вот научиться отдавать максимально, не думая о том, что тебе за это будет, а просто отдавать, потому что это твой долг. Вот это, наверное, самое главное. Сегодня Дмитрий Певцов внимательно распределяет свое время. Хочется, чтобы в первую очередь его хватало на семью. Роли выбирает лишь те, в которых может говорить со зрителем о том, что волнует его самого. И, конечно же, не перестает мечтать, в том числе о будущем своих студентов. У меня все уже давно есть. Вот у меня лично есть давно все. Я для себя ничего не хочу. Я хотел бы, чтобы у них был свой дом, своя гримёрка, чтобы они могли зарабатывать деньги своим трудом, чтобы они не работали официантами, баристами, аниматорами и так далее, между тем, как они играют наши спектакли. Вот это моя мечта, наверное, самое главное. Вы старались, старались, очень, что же. И далее старайтесь. Валерия Кудрявцева, Александр Кубасов. Новости культуры.